Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас время, когда нужно забыть о старых шаблонах, перестроиться на новые вибрации. Пришло время получать навыки двигаться вперёд. Сегодня 15 августа, понедельник. Характеристики дня Сегодня можно быть активными, при условии, что успех нашей деятельности не зависит от партнёра противоположного пола. Сегодня благоприятно Подписывать долгосрочные договоры, открывать бизнес, устраиваться на новую работу, на которой вы хотите проработать долго. Сегодня неблагоприятно Начинать лечение, обучение, строительство, ремонт. Неблагоприятно для путешествий, переезда в новый дом и коротких проектов. Энергии Луны Обращайте внимание на то, что вам говорят, какие люди окружают вас, какие ситуации происходят. Не обижайтесь, если вокруг вас критикуют. Это знак, что нужно изменить в себе и своём отношении к окружающему миру. Внимание День неблагоприятен людям, рождённым год, лошади. Если вас переполняют свежие идеи и замыслы, направьте бьющую через край энергию в правильное русло. Магазин Орбита Жизнь только начинается. Магазин Орбита Магазин Орбита Редактор субтитров А.Семкин 500 участников съехались на Всероссийский молодёжный форум «Острова». Шанс прилететь на Сахалин был не у всех, поэтому собрались лучшие из лучших из 80 регионов нашей страны. Кроме того, присутствуют 14 ребят из Луганской и Донецкой республик. Молодёжь формирует образ будущего Сахалинской области, а идей у неё предостаточно. Форум реализуется при поддержке Сахалинской области и Федерального агентства по делам молодёжи. Я приглашаю вас реализовать свои идеи здесь, в Сахалинской области. Форум «Острова» может стать отличной стартовой площадкой для этого. Друзья, в ваших руках будущее. Сейчас мы совместно с правительством глубоко уже проработали для того, чтобы развивалась Южно-Сахалинская агломерация. Это, безусловно, создаст много высокотехнологичных рабочих мест. Это создаст целые направления новой индустрии. Надеемся, что этот форум станет одним из тех мероприятий, которые покажут привлекательность Сахалинской области для молодёжи. Потому что это точно регион, где поддерживают молодёжь. Очень много мер поддержки, которые здесь есть. И вот форум – это одна из таких форум, эту поддержку показать. В этом году форум-чан ждёт работа в командах по нескольким направлениям. Патриотизм и территориальное развитие, туризм и гостеприимство, креативные индустрии и IT. А также у ребят есть шанс поучаствовать в конкурсе на лучший грант-вы-проект и получить деньги от Росмолодёжи. До полутора миллиона рублей на реализацию своей идеи. Я приехал на Сахалин для того, чтобы снять как раз выпуск про путешествия. Я очень вдохновён островом и благодарен организаторам. Я приехал на Сахалин, чтобы выигрывать гранты, чтобы развивать территорию, знакомиться с новыми интересными людьми, заряжаться эмоциями и, конечно, познакомиться с этим невероятно прекрасным местом. Я впервые на Сахалине. Мне мечтал побывать на форуме с третьего раза. Прошёл, понятно, что конкурс большой со всей страны, отбор такой и серьёзное мероприятие. Мечтал попасть, и моя мечта сбылась. Форум успешно стартовал и продлится до 19 августа. За эту неделю участников ждёт интенсивное обучение, интересные встречи и, главное, защита проектов. Это не студенческий трудовой отряд, а армия из одного человека. Полина Владимировна, а среди врачей принято обращаться друг к другу строго по имени-отчеству, с лёгкостью прошла строгий ценз на работу в медучреждении. И на сегодня она единственный студент в горбольнице по программе трудовых отрядов. Несмотря на небольшой по времени стаж в медицине, Полина знает профессию со всех сторон. Студенческую практику проходит в разных должностях, чтобы набраться опыта. В этом году поставила себе задачу изучить медицинскую информационную систему БАРС и нюансы заполнения единой электронной карты пациента. Мне показалось это более интересным, именно заниматься документами. То есть, дальше у меня не будет, наверное, возможности получить такой опыт, именно работать с документами. Медсёстры – это уже второй уровень для студентов медицинских вузов. Свою первую практику они, как правило, проходят среди санитаров. Уровнем выше уже фельдшерские должности. В городской больнице в летний сезон на практику приходят в среднем 10 студентов. Это по меркам медицины очень много. Ребята стремятся попасть именно сюда, потому что в горбольнице к наставничеству подходят со всей ответственностью. Теорию дают в медколледжах, в медуниверситетах, а у нас практика. Мы сами являемся населением Сахалинской области. Нам здесь с вами жить, поэтому мы однозначно готовим качественные кадры. Студенты по Сахалинской программе трудовых отрядов, которая заработала в области в этом году, могут найти работу по специальности в самых разных отраслях. Это строительство, нефтегазовая сфера, рыбопереработка, сервисы, туризм и ряд других. Рабочие места этим летом получили порядка 300 ребят. Галина Викторовна, здравствуйте. Сегодня тема для нашей беседы – это меры поддержки для молодых семей. И давайте начнем с молодых специалистов. На что они могут рассчитывать при трудоустройстве? Молодые специалисты, которые прибывают в регион для начала своей трудовой деятельности, они могут рассчитывать на ряд мер социальной поддержки. Но одна из самых востребованных, актуальных для этой категории – это единовременные выплаты именно при трудоустройстве в учреждения социальной защиты, учреждения образования, культуры, здравоохранения, либо это сельское хозяйство, либо это ветеринария. Вот в эти учреждения, если молодой специалист трудоустраивается, заключает бессрочный трудовой договор, либо срочный трудовой договор со сроком не менее пяти лет, мы предоставляем единовременную денежную выплату. Зависит ли она от района области? Конечно. Денежная выплата зависит не только от района, то есть городская, либо сельская местность зависит в первую очередь от уровня образования. Вот для молодых специалистов, которые закончили высшеучебные заведения и трудоустроились в организации, которая расположена в городской местности, единовременная выплата составляет почти 350 тысяч, а для тех специалистов, которые закончили среднюю организацию, то есть по образовательным программам среднего профессионального образования и трудоустроились именно в городской черте, у них единовременная выплата составляет 260 рублей. Размер единовременной выплаты для тех студентов, вернее, бывших студентов, молодых специалистов, которые прибыли и имеют намерение работать в сельской местности, значительно выше. То есть если это молодые специалисты, которые закончили высшеучебные заведения, это 430 тысяч рублей, а те, кто закончили по программам начального профессионального образования или общего профессионального образования, это порядка 345 тысяч рублей. Ну это, естественно, мы говорим не только о сахаленских специалистах, это и ребята, которые мы приглашаем. Конечно, сегодня политика региона и политика вообще Российской Федерации это привлечь молодые кадры, молодых специалистов, для того, чтобы они жили, работали на Дальнем Востоке, ну, конечно же, в Сахалинской области, создавали молодые семьи, рожали детей, поэтому политика региона сегодня как раз и направлена на эту категорию граждан. Поэтому молодые специалисты, которые прибывают к нам в регион, они могут закончить любое заведение на территории Российской Федерации. Самое главное, чтобы эти специалисты соответствовали условиям, то есть это гражданство Российской Федерации, возраст не более 30 лет, ну и, соответственно, наличие диплома об окончании учебного заведения. Ну и такой немного, может быть, проблемный вопрос, если по какой-то причине человек трудоустроился, заключил контракт, но впоследствии уволился до окончания срока. Как в этой ситуации быть? В этой ситуации, конечно, единовременная денежная выплата должна быть возвращена, за исключением случаев, когда молодой человек или молодой специалист, скажем так, принял решение перейти в другую организацию, то есть в одной организации из того перечня, который я обозначила, то есть образование, здравоохранение, социальная защита и так далее. То есть если он работал в одной организации и принял решение уволиться и перейти в другую, то в этом случае выплата не возвращается. Либо если молодого человека призвали на службу в ряды нашей армии. А можете ли вы примерно статистику припомнить, какие из этих специальностей самые популярные среди приезжих? Ну, на сегодняшний день, конечно, я не могу вам сказать именно, потому что оно где-то приблизительно идет, пропорция одинаковая, потому что в первую очередь мы же акцент делаем на те профессии, которые наиболее востребованы. Сегодня это и медицина, и образование, и социальная защита. То есть это во всех сферах, где вот сегодня обозначено, они же не зря, не случайно вошли в этот перечень. То есть в этом перечне это как раз те отрасли, которые сегодня более нуждаются именно в молодых кадрах. Ну и что касается молодых семей, на какие меры поддержки могут претендовать семьи? Да, почему я обратила внимание, что привлечение в регион молодых людей, для того, чтобы они здесь жили, работали, создавали семьи. Поэтому регион на сегодняшний день наценил на такую категорию, и установлены дополнительные региональные меры поддержки студенческих семей. Когда в студенческой семье рождается ребенок, предоставляется единовременная выплата, это порядка 58 тысяч рублей. И на каждого ребенка в студенческой семье производится ежемесячная выплата в размере величины прожиточного минимума на этого ребенка. На сегодняшний день это почти 20 тысяч рублей. Я округляю, конечно, почти 20 тысяч рублей. Это немалая сумма. Ну, кроме этого, еще семья, которая воспитывает этого маленького ребенка, это же, как правило, молодые семьи, поэтому они вправе обратиться за назначением и иных мер поддержки. То есть это сегодня же для молодых семей у нас установлены и компенсационные выплаты на приобретение коляски, товаров для новорожденных, на оплату питания ребенка в возрасте до 3 лет. Это если малоимущая семья, то дополнительно предоставляются выплаты на оплату жилья коммунальных услуг, на приобретение топлива, если и доставку топлива, если в случае из семья проживает в домах, не имеющих центрального отопления. Это могут быть и единовременные выплаты в связи с трудной жизненной ситуацией. То есть в данном случае, как и к другим семьям, которые проживают на территории Сахалинской области, применяется адресный подход, и индивидуально уже к каждой семье, исходя из возраста, статуса, доходов семьи, уже назначаются миры социальной поддержки. Спасибо вам за беседу. Всего доброго. Спасибо вам. До свидания. Сахалинский центр «Мой бизнес» помогут выбрать форму собственности и налоговый режим, зарегистрировать свое дело, обучиться основам предпринимательства и отдельным бизнес-направлениям, проанализировать рынок и составить финансовую модель, получить актуальную информацию о господдержке, подготовить необходимые документы для ее получения, получить заем от государства по льготной ставке на развитие дела, а также информационную поддержку на всем пути развития. Южно-Сахалинск, улица Емельянова, 6. Телефон 8800-222-0123. В кино с другом веселее. Приходите вдвоем по Пушкинской карте и получите пригласительный билет на две персоны на любой другой фильм. Ждем вас в кинотеатрах «Октябрь» и «Комсомолец». Уголовный кодекс Российской Федерации. Статья 228. Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление и переработка наркотических средств наказывается лишением свободы на срок до 15 лет. Статья 228.1. Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств наказываются вплоть до пожизненного лишения свободы. Наркотики забирают жизнь и свободу. Скажи наркотикам «нет». Окей, Сахалин, где находится край света? Мыс «Край света» находится на северо-востоке Шикотана. Название ему дал советский географ Юрий Ефремов. Отвесные 40-метровые скалы мыса омываются волнами Тихого океана. Добраться до места можно на автомобиле или пешком. От села Малокурильского почти 10 километров. На острове нет медведей, так что можно, не боясь, путешествовать на край света. С мыса открывается вид на безбрежный Тихий океан. Здесь и начинается Россия. Работодатель, помни, обязанность оценки профессиональных рисков обусловлена законодательством Российской Федерации. На первом этапе формируются сведения, характеризующие условия труда на рабочем месте. В ходе идентификации выявляются и фиксируются опасности, представляющие угрозу жизни и здоровью работников. Последующая оценка позволяет оценить вероятность происхождения опасности, исходя из сложности выполняемой работы. Разработка мер управления профессиональными рисками позволит снизить уровень рисков до приемлемого, а, следовательно, сделать каждое рабочее место безопасным. В кино с другом веселее. Приходите вдвоем по Пушкинской карте и получите пригласительный билет на две персоны на любой другой фильм. Ждем вас в кинотеатрах «Октябрь» и «Комсомолец». Оспа, полиэмилит, корь, лихорадка Эбола и COVID-19. Что общего между этими недугами? Каждое из заболеваний унесло миллионы жизней. Однако люди научились противостоять эпидемиям. Вакцинация уже не раз спасала цивилизацию. В 2020 году на мир обрушилось новое испытание. Ученые и медики сошлись во мнении, остановить пандемию коронавируса можно лишь одним способом – ежегодной вакцинацией. Сделай прививку от COVID-19. Не дай себя убить. В Южно-Схолинске началась отсыпка площадки под строительство нового автобусного парка. Он разместится в южной части города и будет отвечать всем современным требованиям. Уже в ближайшее время подрядчик приступит к полным масштабным работам. Новый автопарк будет рассчитан на 200 газомоторных автобусов и 50 электробусов. В областной столице сейчас идет планомерная замена подвижного состава. На стройплощадке побывал мэр Сергей Надсадин. Он отметил, пассажиры ни в коем случае не должны почувствовать дискомфорт из-за смены прописки автопарка. Важно то, что у нас действующее предприятие и, безусловно, мы должны сделать все так гармонично, чтобы, по сути дела, пассажиры не почувствовали, что компания куда-то переезжает, я имею в виду транспортная, и есть какие-то сбои с автобусным обеспечением жителей. Кажинать нельзя. Да, этого нельзя. Поэтому все это мы, безусловно, будем выстраивать. У нас создана проектная группа, идет управление проектом, поэтому надеюсь, что все будет правильно и ритмично. Строительство нового автобусного парка является важным направлением масштабной транспортной реформы. Это будет полностью автономный объект со своими инженерными сетями и котельной. При возведении автопарка городские власти учли опыт реализации подобных проектов в других регионах страны. Завершить работы планируется в 2024 году. Ежегодный триатлон «Айрон Сах» состоялся. На базе отдыха «Лесное озеро» собралось более 200 человек, чтобы бросить вызов самим себе. Соревнования проводят с 2016 года. С каждым годом становится все масштабнее и привлекать как профессионалов, так и любителей. В том числе и из городов за пределами Сахалинской области. В этом году заявки подали участники 34 городов страны. Одна из них – Елена Киселева из Санкт-Петербурга. Волнения, наверное, особо нет, потому что уже не первый старт. В триатлоне уже порядка трех лет. Очень хотелось посмотреть остров, а тут такая замечательная возможность. Уже второй год меня родственники зовут на этот старт. Наконец-то все сложилось, приехала. Отличная погода, классный остров, поэтому настроение супер. Волнения, наверное, нет, кроме цвета воды. Больше ничего не волнует. Цели у мероприятия разные. Тут и популяризация, а также развитие триатлона в области и за ее пределами. Повышение уровня спортивного мастерства, пропаганда здорового образа жизни среди всех возрастов. Для каждого из участников подготовили особую дистанцию, которую можно было выбрать в зависимости от своего уровня подготовки. Самая большая дистанция, это больше для профессионалов, это халф. Самая большая дистанция, это нужно было спортсменам проплить 1,9 километра, проехать на велике 90 километров и пробежать 21 километр. Олимпика чуть послабже, но она все равно является олимпийской дистанцией. И самые несложные дистанции, это спринт и суперспринт, самая маленькая дистанция, нужно проплыть всего лишь 300 метров, проехать на велике 5 километров и побежать 2 километра. В принципе, это реально даже не для подготовленного человека. Так началось главное спортивное событие этого лета. Стартовали три атлеты сплавательного этапа, который проходил на Тунайче. Далее велогонка и беговой этап. В зависимости от протяженности каждого из этапов различались дистанции. Например, для выполнения спринта нужно было преодолеть 750 метров по воде, 20 километров на велосипеде и 5 километров бегом. Тем, кто выбрал олимпийскую дистанцию, было сложнее. Их маршрут составлял 1,5 километра по воде, 40 километров на велосипеде и 10 километров выпало на бег. Также была подготовлена дистанция для людей с ограниченными возможностями. Она составила 300 метров на плавание, 8 километров на велогонке и 2 километра на бег. Илья Бобров! Молодец! Илья Бобров! Первым финалистам вручили медали, которые без сомнения станут достойным поводом для гордости. На протяжении долгого времени мы рассказывали о проекте «Дневник триатлета». В рамках этого проекта люди, не связанные с триатлоном, проходили подготовку и итогом их занятий стало успешное участие в соревновании. Мысли прекрасные, почти бодрая и весела. Самый интересный этап для меня это было плавание. Очень интересно, эффектно. Тяжелее всего, конечно, дался мне бег последний этап. Но радует, что на протяжении месяца были ежедневные тренировки благодаря супертренерам. Ну и, конечно, на завтрак была кукса, что придало мне силы и энергии. Кристина, как и многие другие спортсмены, еще не раз примет участие в триатлоне. Тем более, что в планах у организаторов расширять и развивать этот вид спорта, который так популярен у сахалинцев. В Сахалине средь бела дня убил соседа из-за громкой музыки. Трагедия произошла днем 14 августа в Углегорске. По предваритиям данного подозреваемого был дома. Его разражала громкая музыка, звучавшая из квартиры соседа. Мужчина пошел постучаться к земельку, начал выяснять отношения. Разборки переместились на улицу. Подозреваемый достал нож и ударил им соседа. От полученной раны потерпевший скончался на месте происшествия. Как уточняет следственное управление, подозреваемый задержан. По указанному факту возбуждено уголовное дело. В Южно-Сахалинский водитель сбил ребенка на пешеходном переходе. ДТП произошло днем 14 августа на повороте на Ласточку. К месту происшествия сбежались очевидцы. На место вызвали экстренные службы. Под колеса авто попал 12-летний мальчик. Грузовой автомобиль перевернулся на трассе между Смирных и Тымовском. ДТП произошло вечером 13 августа. По словам очевидца, причиной ДТП стало плохое состояние дорожного полотна. Большой груз лег практически на крышу. Водитель не пострадал. По словам очевидцев, эта авария не попала в сводки ДТП и, вероятнее всего, не попадет. Подобных аварий на этой дороге случается немало. По мнению водителей, все дело в ужасном состоянии дороги. Три молодые женщины, которые в субботу потерялись в районе горы Краснова в Углегорском районе, ночью 15 августа благополучно добрались до дома. Женщин доставили домой около трех сорока. Одной пришлось посетить районную больницу, у нее вывих руки. О пропаже женщин стало известно вечером 13 августа. Тревогу поднял муж одной из них. Подруг искали спасатели, полицейские и волонтеры на территории Углегорского и Тамаринского районов. Днем 14 августа потерявшиеся люди вышли на связь. Они рассказали, что переночевали в заброшенном зимовье. Также сообщалось, что женщины сбились с пути, когда при спуске увидели хищника. Три федеральных ведомства проработают возможность упрощения получения прав на вождение вездехода и снегохода, сообщает федеральное правительство. Рынок этой техники постоянно растет, особенно в снежных регионах. Многие туристы берут зимние туры, но на месте выясняется, что у них нет прав ездить на снегоходе или вездеходе. Дальневосточные туроператоры попросили упростить процесс обучения и сдачи экзаменов для туристов. И предложили разрешить им самим проводить такое обучение, после которого туристы получали бы сертификаты. Проработать этот вопрос поручили МВД, Минсельхозу и Ростуризму с одной лишь оговоркой – не в ущерб безопасности. В первую очередь можно сделать такие курсы более доступными. Что касается обучения у туроператоров, то лишь профессионалы могут подтвердить такую возможность. Лесные пожары возникают по вине человека. Остановить и победить огонь – призвание сильных. Лесные пожарные авиалесоохраны Рослесхоза. 90 лет. На страже лесов России. Детям нужно ну очень много для счастья. Измельчитель травы и кустов. Грязевые ванны. Дизайнерский наряд. Древние артефакты. И пол, который лава. А чтобы детского счастья стало еще больше, воспользуйтесь выплатами при рождении ребенка в рамках национального проекта «Демография». В кино с другом веселее. Приходите вдвоем по Пушкинской карте и получите пригласительный билет на две персоны на любой другой фильм. Ждем вас в кинотеатрах «Октябрь» и «Комсомолец». Развивать свое дело выгодно. Государственная поддержка предпринимателей в центре «Мой бизнес». Микрозаймы от 4% годовых. Начинающий бизнес, легкий старт и развитие. Выбери свой. Для действующего бизнеса действует ставка от 7% годовых. Микрозаймы для самозанятых и социальных предпринимателей доступны под 4% годовых. Консультация специалиста по телефону 8 800 222 0123. Окей, Сахалин. Где лучший вид на Южно-Сахалинск? Лучший вид на Южно-Сахалинск открывается с вершины горного воздуха. Подняться на гору Большевик можно по канатной дороге. Здесь еще с японских времен действовала туристическая горнолыжная база, которая претендовала на проведение зимней Олимпиады. В 70-х годах здесь тренировались уже советские олимпийцы. Сегодня гору обкатывают участники российской горнолыжной сборной. Сейчас горный воздух – символ Сахалина. Зимой здесь работают больше 10 горнолыжных трасс различной сложности, а летом это идеальное место для прогулок. Чтобы не стать жертвой землетрясения, запомните простые правила. Всегда храните под рукой аптечку, фонарик, документы и немного провизии. При подземных толчках сохраняйте спокойствие и немедленно реагируйте. Находясь в здании, постарайтесь укрыться в дверных проемах и углах внутренних капитальных стен. Помните, чаще всего обрушиваются лестничные пролеты и лифты. Держитесь подальше от окон. На улице выберите открытое место. Остерегайтесь падающих предметов и проводов. После землетрясения окажите по возможности первую помощь пострадавшим и включите радиоприемник. Остерегайтесь повторных толчков. Так вы убережете себя и своих близких. В кино с другом веселее. Приходите вдвоем по Пушкинской карте и получите пригласительный билет на две персоны на любой другой фильм. Ждем вас в кинотеатре «Октябрь» и «Комсомолец». Спонсор прогноза погоды – салон товаров для сна «Арматек». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Ручная сборка, эксклюзивный декор, непревзойденное ощущение от отдыха. Сегодня уже более 5 миллионов людей улучшили свой сон благодаря экспертам Арматек. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В гости к сахалинцам прибыли спортсмены из японской столицы горнолыжного спорта, города Саппоро. Возглавляет делегацию вице-президент Национальной ассоциации лыжного спорта доктор Муцуо Несино. Пожалуй, никогда еще слаломная трасса и трамплины с поэтическим названием «Горный воздух» не видели такого количества зрителей. Гости и хозяева будут оспаривать приз газеты «Советский сахалин». Скоро на склонных гор начнутся жаркие схватки. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Советским и японским спортсменам не понадобились переводчики. Спортсмены великолепно обходились без их услуг, ведь язык спорта везде одинаков. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ни одному из горнолыжников не удалось пройти слаломную трассу быстрее Тальянова. И он по праву занял высшую ступеньку пьедестала почета, победив и в слаломе, и в слаломе гиганте. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 500 участников съехались на Всероссийский молодежный форум «Острова». Шанс прилететь на Сахалин был не у всех, поэтому собрались лучшие из лучших из 80 регионов нашей страны. Кроме того, присутствуют 14 ребят из Луганской и Донецкой республик. Молодежь формирует образ будущего Сахалинской области, а идей у нее предостаточно. Форум реализуется при поддержке Сахалинской области и Федерального агентства по делам молодежи. Я приглашаю вас реализовать свои идеи здесь, в Сахалинской области. Форум «Острова» может стать отличной стартовой площадкой для этого. Друзья, в ваших руках будущее. Сейчас мы совместно с правительством глубоко уже проработали, для того, чтобы развивалась южно-сахалинская агломерация. Это, безусловно, создаст много высокотехнологичных рабочих мест. Это создаст целые направления новой индустрии. Надеемся, что этот форум станет одним из тех мероприятий, которые покажут привлекательность Сахалинской области для молодежи. Потому что это точно регион, где поддерживают молодежь. Очень много мер поддержки, которые здесь есть. И вот форум – это одна из таких форум, эту поддержку показать. В этом году «Фромчан» ждет работы в командах по нескольким направлениям. Патриотизм и территориальное развитие, туризм и гостеприимство, креативные индустрии и IT. А также у ребят есть шанс поучаствовать в конкурсе на лучший гранд-вы-проект и получи деньги от Росмолодежи до полутора миллиона рублей на реализацию своей идеи. Я приехал на Сахалин для того, чтобы снять как раз выпуск про путешествия. Я очень вдохновлен островом и благодарен организаторам. Приехал на Сахалин, чтобы выигрывать гранты, чтобы развивать территорию, знакомиться с новыми интересными людьми, заряжаться эмоциями и, конечно, познакомиться с этим невероятно прекрасным местом. Я впервые на Сахалине. Мне мечтал побывать на форуме с третьего раза. Прошел, понятно, что конкурс большой со всей страны, отбор такой и серьезное мероприятие. Мечтал попасть, и моя мечта сбылась. Форум успешно стартовал и продлится до 19 августа. За эту неделю у участников ждет интенсивное обучение, интересные встречи и, главное, защита проектов. В Южно-Сахалинске начался прием заявок на покупку угля. Речь идет о владельцах домов, не имеющих централизованного теплоснабжения. Первые поставки стартуют после 15 августа. В администрации Южно-Сахалинска были отобраны 6 поставщиков, которые соответствуют определенным критериям. Для того, чтобы заказать уголь, население может позвонить в единый центр ЕДДС, либо напрямую поставщику. Все контакты можно узнать на официальном сайте администрации города. Стоимость одной тонны угля у поставщиков составляет от 7,5 до 8,5 тысяч рублей. Цена включает бесплатную доставку в границах улиц Украинская, Фархудинова, Горького, пересечения Лермонтова и Сахалинской. Также правительствам региона предусмотрена компенсация части затрат на покупку не более 9 тонн угля. Все вопросы можно уточнить в областном центре социальной поддержки на пограничной 33. Владимировку начали подключать к голубому топливу. Более 350 домов получили доступ к газу в частном секторе на западе Южно-Сахалинска. Несколько дней назад в эксплуатацию ввели первый пусковой комплекс с топливной магистраль протяженностью 15,5 километров. Со знакомым событием первых абонентов поздравил мэр Сергей Нацадин. Леонора Хон около полувека проживает во Владимировке. Отмечает, насколько подключение к газу сделает жизнь более комфортной. Вообще вчерашний день это был какой-то, вот как в сказке, наверное. Мы вообще не ожидали, потому что с утра нам сказали срочно прибежать в «Газпром», заключить договор, все документы готовы. Не успели приехать домой, у нас уже стоят ремонтники, ждут, когда можно будет уже сделать врезку и запустить нам газ. Мы сейчас планируем строить дополнительно сети, начинаем дальше по Владимировке, это второй, третий, четвертый пусковой комплекс, проектироваться и сразу параллельно строиться. То есть это такой уникальный подход, когда сразу проект и стройка делаются параллельно. Все, что выше улицы Сахалинской, мы планируем в этом году в полную силу сделать. Подать заявку на дугазификацию жители Южно-Сахалинска могут как очно, так и дистанционно, все контакты указаны на сайте городской администрации. Распродажа госномеров открылась после сильного ливня на железнодорожном переезде в Южно-Сахалинске. В выходные на город обрушился такой поток воды, что многие улицы превратились в реки. Как отмечают авторы телеграм-канала ЧПС Сахалин, многие автолюбители потеряли свои номера в районе переезда на проспекте Победы. Когда вода схлынула, дежурная собрала их и выложила возле шлагбаума. Началось все с того, что в окно я увидела парня, который что-то вот в этой луже возле переезда большой, что-то ищет. Я вышла, что вы потеряли? Он говорит, я потерял где-то свой номер. Ну мы вместе начали искать, а по мере того, что вода начала уходить, и начали всплывать номера, много номеров. И как бы вот он начал складывать в одно место, и я начала складывать, искать, находила номера, начала складывать в это же место, и вот начала образовываться такая кучка. Кучка госномеров стала фото-зоной для прохожих. Люди начали приносить уплывшие таблички из соседних дворов с перекрестка Ленина Победы. Вскоре собрание стало насчитывать около 30 экземпляров и моментально завоевало интернет-популярность. Автомобилисты среагировали на необычное объявление, стали возвращаться и забирать свои номера. Благодарить. По словам дежурных, ранее такую коллекцию во время и после мощного ливня им собирать не доводилось. Полгода полет нормальный. На водозаборе Луговое реконструировали существующую систему обеззараживания воды. Ушли от жидкого хлора к использованию поваренной соли. Об этом и не только рассказали журналистам во время пресс-тура по приглашению Сахалинского Росводоканала. Ежесуточно этот коммунальный объект подает в город более 30 тысяч кубометров воды высокого качества. Перед этим живительная влага с избыточным содержанием железа проходит двухступенчатую систему очистки, фильтрацию и обеззараживание с помощью солевого раствора. Этот современный метод позволил уйти от необходимости транспортировки жидкого хлора, поскольку существовала опасность его утечки. Сейчас, конечно, проще стало. Раньше у нас газ был, баллоны. А сейчас у нас солью. Соль засыпаем. Потом она же, соль, это растворяется, переходит сюда, в люкруилизеры. И тут уже получается, значит, хлорка. Этот водозабор обеспечивает водой более половины Южно-Сахалинска. Перед тем, как живительная влага дойдет до каждой квартиры, ее здесь же исследуют в лаборатории. Добытую с подземелья воду проверяют на цветность, мутность, а также на наличие и количество минеральных веществ, в том числе железа и хлора. Вот это вода на входе. Мы по цвету сразу видим, что проба желтого цвета, это говорит о том, что содержание железа на входе довольно высокое. Такую воду мы в город подать не можем. В рамках инвестиционной программы предусмотрен большой объем мероприятий, которые направлены на приведение системы водоснабжения и водоотведения в исправное состояние. В частности, в планах местного Росводоканала строительства водозабора «Южный». В настоящий момент там есть несколько локальных маленьких водозаборов, которые подают воду без очистки. Она бедевая, но тем не менее надежность низкая. Поэтому мы построим дополнительный водозабор, включим его в централизованную систему водоснабжения, выведем из эксплуатации маленькие нерентабельные водозаборы и обеспечим водой южную часть города. Сейчас проектирование водозабора «Южный» находится на финальной стадии. В этом году должны начать строительно-монтажные работы, а завершить по плану в 2024 году. Это «Космос-джем» ко дню физкультурника в городском парке имени Гагарина. Первыми на своих BMX-велосипедах на рампы выезжают самые младшие любители потрюкачить. Посоревноваться в, пожалуй, лучшем скейт-парке Южно-Сахалинска уличным экстремалам удается нечасто. А детям, как правило, сюда и вовсе путь заказан. Обычно тут слишком людно и в толпе легко получить травму. Тут очень много людей катается, а я обычно всегда туда прихожу. Все самокасеры и трюки очень как бы неудобно делать, потому что много людей ждать надо в долгую очередь. Поэтому далеко не все детские выступления насыщены трюками. Банально не хватает опыта в парке. Поэтому и соревновательный дух тут далеко не на первом месте. Гораздо ценнее эти короткие минуты, когда весь скейт-парк существует только для тебя. Детская номинация – это «Разогрев». Вскоре на площадку вышли старшие товарищи. Кстати, судить соревнования приехал Егор Антошин. В прошлом тоже сахалинский BMX-райдер. Но в своем увлечении он продолжил развиваться в более подходящем для этого регионе. Поехал в Краснодар жить, познакомился со всей сборной Россией. Выступал также на контестах, брал первые места, поднял очень сильно свой уровень катания. Сейчас развиваюсь, пригласили в Китай на шоу работать, выступать. Контракт на год. На сахалинских соревнованиях по BMX места на пьедестале всегда на втором плане. И в этом название соревнований «Космос Джем» полностью оправдывает себя. Ребята из старшего состава просто поджемили. То есть покатались в удовольствие, выдавая смелые для сахалина эксперименты. Отдельно отличился, как сам он себя называет, Славка Фристайла. Ему и ушло первое место. В том числе и за трюк, который едва-едва поместился в границах небольшого скейт-парка стадиона «Космос». Заключительные номинации – это трюковой самокат. Также для более младших и старших участников, постоянной аудиторией соревнований в областном центре с прошлого года стали ребята из Холмска. Их зарядил стрит-фест, после которого на набережной портового города надолго остался мобильный скейт-парк из Южно-Сахалинска. Эти категории были самыми многочисленными. Поучаствовало более 30 человек. Как избавиться от потерь и работать эффективнее? Станьте участником национального проекта «Производительность труда» и получите бесплатную помощь экспертов в области бережливых технологий и всестороннюю поддержку государства. Региональный центр компетенции в сфере производительности труда. 8 800 222 0123. Первая танцевальная радиостанция страны. Мобильный цех компаний «Москитные системы». Замер производства и монтаж москитных сеток на ваших окнах за один час. Есть полотна «Антикошка» и «Антипыльца». Вызовите мобильный цех компаний «Москитные системы» прямо сейчас. 60 49 57. Футболисты «Сахалина» наконец прервали серию неудач и заработали первое очко в новом сезоне. В ночь с 14 на 15 августа по сахалинскому времени островитяне играли против тамбовского «Спартака». Соперник – новичок второй лиги. Команда почти два года не выступала в профессиональном футболе. При этом уже на старте тамбовчане показали неплохой результат, закрепившись на девятой строчке турнирной таблицы. Для островитян же любая игра сейчас является принципиальной. Во встрече со «Спартаком» соперники долго находили подход к друг другу, хотя хозяева поля владели мячом чаще, чем гости. Открылась счет тоже принимающая сторона на 42-й минуте матча. Твоего оппонента, я имею в виду Иван Бзикадзе, как здорово он в этой ситуации разобрался. А здесь опасный момент. И неужели мяч залетает в ворота? Какая сумасшедшая просто ошибка была от Александра Хорошилова. Сквозь руки у него мяч прошел. Надо смотреть на повторе, как это получилось и кто является автором забитого гола. После перерыва у «Сахалина» открылось второе дыхание и игра стала похожей на матч первой лиги. Но реализовать опасные моменты не удавалось. Радость для островных болельщиков принесло дополнительное время и бывший воспитанник Тамбовской футбольной школы Илья Мамкин, выступающий в настоящее время за островную команду. На 93-й минуте, когда, казалось бы, сахалинцы снова в проигрыше после голевой передачи Егора Чу, Мамкин пробивает створ ворот тамбовчан. Итог встречи – первая в сезоне ничья. Продолжать атаковать черно-белые. Посмотрите, здесь за мяч на пляже забирают себе под контроль и могут забивать. Неужели это произойдет? Чего становится? 1-1. Вот так вот. Следующий матч «Сахалин» проведет 21 августа в Липецке против местного «Металлурга». Сахалин средь бела дня убил соседа из-за громкой музыки. Трагедия произошла днем 14 августа в Углегорске. По предварительным данным, подозреваемый был дома. Его раздражала громкая музыка, звучавшая из квартиры соседа. Мужчина пошел, постучался к земельку, начал выяснять отношения. Разборки переместились на улицу. Подозреваемый достал нож и ударил им соседа. От полученной раны потерпевший скончался на месте происшествия. Как уточняет следственное управление, подозреваемый задержан. По указанному факту возбуждено уголовное дело. В Южно-Сахалинский водитель сбил ребенка на пешеходном переходе. ДТП произошло днем 14 августа на повороте на Ласточку. К месту происшествия сбежались очевидцы. На место вызвали экстренные службы. Под колеса авто попал 12-летний мальчик. Грузовой автомобиль перевернулся на трассе между Смирных и Тымовском. ДТП произошло вечером 13 августа. По словам очевидца, причиной ДТП стало плохое состояние дорожного полотна. Большой груз лег практически на крышу. Водитель не пострадал. По словам очевидцев, эта авария не попала в сводки ДТП и, вероятнее всего, не попадет. Подобных аварий на этой дороге случается немало. По мнению водителей, все дело в ужасном состоянии дороги. Три молодые женщины, которые в субботу потерялись в районе горы Краснова в Углегорском районе, ночью 15 августа благополучно добрались до дома. Женщин доставили домой около трех сорока. Одной пришлось посетить районную больницу, у нее в их руки. О пропаже женщин стало известно вечером 13 августа. Тревогу поднял муж одной из них. Подруг искали спасатели, полицейские и волонтеры на территории Углегорского и Тамаринского районов. Днем 14 августа потерявшиеся люди вышли на связь. Они рассказали, что переночевали в заброшенном зимовье. Также сообщалось, что женщины сбились с пути, когда при спуске увидели хищника. Три федеральных ведомства проработают возможность упрощения получения прав на вождение вездехода и снегохода, сообщает федеральное правительство. Рынок этой техники постоянно растет, особенно в снежных регионах. Многие туристы берут зимние туры, но на месте выясняется, что у них нет прав ездить на снегоходе или вездеходе. Дальневосточные туроператоры попросили упростить процесс обучения и сдачи экзаменов для туристов и предложили разрешить им самим проводить такое обучение, после которого туристы получали бы сертификаты. Проработать этот вопрос поручили МВД, Минсельхозу и Ростуризму с одной лишь оговоркой – не в ущерб безопасности. В первую очередь можно сделать такие курсы более доступными. Что касается обучения у туроператоров, то лишь профессионалы могут подтвердить такую возможность. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СПОНСОР ПРОГНОЗОПОГОДЫ Оптика Айкрафт СПОНСОР ПРОГНОЗОПОГОДЫ 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 Редактор субтитров А.Семкин Субтитры предоставил DimaTorzok Дикий котенок-леопарда обнаружен в одиночестве в Приморье После курса лечения переехал из карантинного бокса в просторный вольер Специалисты предполагают, что детеныш мог отбиться от матери из-за разлива реки или схода селя Также он мог остаться без опеки, как самый слабый котенок в большом выводке В истощенном состоянии с ранами его передали ветеринарам Теперь зверь сможет жить в более комфортных условиях, максимально приближенных к естественным Перед выпуском спасенный леопард прошел вакцинацию от вирусов Для тренировки охотничьих навыков вместе с ним в вольере поселили нескольких небольших кроликов Это поможет зверю выработать навыки слежки и скрадывания Тизер дальневосточного вестерна «Золото у Мальты» представили зрителям Фильм в следующем году начнут снимать в Хабаровском крае Запись подтверждает, что в съемках проекта примут участие такие актеры, как Павел Деревянко и Алексей Ткаченко Также в коротком отрывке можно заметить Алексея Шевченко Тизер показал троих людей, которые отправились на поиски золота Как сообщает нам голос за кадром, у каждого из них на это своя мотивация Внезапно на почве жадности у них возникает конфликт Персонажи достают оружие и начинают целиться друг в друга Раскрытие этого противостояния, видимо, и ожидает в самой картине Завершается тизер достаточно странной сценой, когда золотую пыль сыплют на живот девушки Камчатские школьники смогут больше узнать о птицах края Ассоциация особо охраняемых природных территорий реализует эколого-просветительский проект Камчатка расправляет крылья Первый этап уже завершился Педагоги, ученые и экологи разработали методические материалы для проведения занятий в школах полуострова Так дети смогут больше узнать о барнитологии, о бёрдвотчинге, заповедном мире птиц Камчатского края А также о том, что может сделать каждый, чтобы предотвратить загрязнение океана пластиком Лошадь февральски вызвалили из плена глубиной более двух метров Животное провалилось в подполье заброшенного дома Сотрудники Амурского центра спасли лошадь Чтобы вытащить животное из ямы, пришлось позвать на помощь местных жителей Спасатели использовали две веревки Одну зацепили за морду, второй зафиксировали круг Таким образом, животное достали из подполья После этого лошадь напоили водой и передали хозяевам Сахалинцы наблюдали за купанием двух медвежат в Анивском районе Теперь рыбаки переживают, что дикие животные слишком беззаботны перед сезоном охоты В Анивском районе заметили двух игривых медвежат, которые беззаботно плескались в лютоге Сахалинский сафари-парк, по словам автора, посетили четыре человека и две собаки Автор переживает, что детеныши среди бела дня ловят рыбу, купаются и не думают спасаться бегством при виде людей и собак Такое бесстрашие ставит их под угрозу, ведь 10 августа открылась охота на медведя Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году? Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки Тогда нам надо в школьник Собери детей в школу за один визит Скидки до 70%, подарки за покупку от 1000 рублей Проспект Мира, 19 В школьнике все классно и точка! 12% россиян хотят накопить к пенсии 1 миллиард рублей А какая сумма вам нужна для спокойной старости? Ну, не знаю Наверное, миллиард это много Если есть уже квартира, если есть машина, у тебя устроены дети, которые, в принципе, от тебя ничего не тянут Я думаю, что достаточно, если ты получаешь, ну, по вашим меркам, это 1070 месяцев Это достаточно, чтобы нормально жить, путешествовать Знаете, я уже получаю пенсию, 18 с копеечкой, и мне все устраивает Даже вот путешествую, я приехала на Сахалин, вчера прилетела Все замечательно, вот мне не надо больше того, что у меня есть Ну, я думаю, около миллиона нормально будет Я думаю, что нужно не откладывать, а работать Отложить это очень сложно в наше время Поэтому для спокойной старости нужно иметь стабильный заработок, стабильный какой-то пассивный доход, возможно И тогда будет все хорошо Хочу вам сказать, что я вообще-то спокойна У меня есть дети, у меня есть внуки, вот у нас правнуки, вот младшие И меня никто не оставляет, одну Никто Поэтому я очень спокойна за свою старость Старость у меня будет еще где-то через 30 30 тысяч Вы думаете, это достаточно, да? Ну да, наверное, да Я не знаю, что будет через 30 лет, через 20 Но на сегодняшний день достаточно О, я вам сейчас скажу Ну, если так сказать, тысячу долларов Ну так вот Ну, 60 тысяч, 50 вполне хватит для Сахалина, для пенсионерки Вот мне, я пенсионерка, вот мне хватит 50 тысяч Ну, а мне не хватает моей пенсии заработанной А спроси бабушку, что-нибудь полегче Нам уже ничего не надо Ну, это же 40-50 А много ответов, можно сказать? Даже не знаю Миллиард на всю оставшуюся жизнь? Да, 10 миллионов бы хватило Ой, да мне, собственно, никакой уже не нужно Нужно было раньше А сейчас уже поздно Получается ли у вас копить деньги? У меня не получается Потому что, опять же, есть какие-то хотелки Которые хочется сейчас, а не когда-то потом Поэтому, к сожалению, нет Опять же, не хватает? Нет, не получается абсолютно И даже этим не заморачиваюсь Я живу для себя, для детей, для внуков Для своего удовольствия С собой не заберешь Но даже здесь, сейчас, сегодня Не всегда Но у меня муж этим занимается В данный момент получается Но это случилось буквально недавно То есть до этого не получалось откладывать В связи с тем, что родился маленький ребенок Расходы возросли Вот сейчас более-менее расходы уменьшились Поэтому получается Раньше получалось А сейчас у меня учится младшая внучка У меня правнуки подрастают Ну как же, я должна же помочь Бабушка есть бабушка и прабабушка Да Да, откладываю С каждой зарплаты откладываются Получается понемножку Потому что у меня дети еще есть И внук у меня служит на Курилах Поэтому мне бабулечки помогают Если бы была возможность Как я говорю Допустим, с 40-50 Тогда была бы возможность Сейчас нет Нет Живите с сегодняшним днем Да А куда их копить? С собой, что ли? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Друзья, здравствуйте! Гибкость, адаптивность, нацеленность на результат Ключевые параметры 2022 года Именно эти качества позволят вам пройти этот период эффективно Сегодня 15 августа Понедельник Характеристики дня Сегодня можно быть активными При условии, что успех нашей деятельности Не зависит от партнера противоположного пола Сегодня благоприятно Подписывать долгосрочные договоры Открывать бизнес Устраиваться на новую работу На которой вы хотите проработать долго Сегодня неблагоприятно Начинать лечение, обучение, строительство, ремонт Неблагоприятно для путешествий Переезда в новый дом И коротких проектов Энергии Луны Обращайте внимание на то, что вам говорят Какие люди окружают вас Какие ситуации происходят Не обижайтесь, если вокруг вас критикуют Это знак, что нужно изменить в себе И своем отношении к окружающему миру Внимание День неблагоприятен людям Рожденным в год лошади Подбирайте благоприятные дни для своих дел Реализуйте задуманное И действуйте на пределе своих возможностей В магазин «Орбита» поступили автомобильные масла новейших разработок Сделанных в Японии для карбюраторных и дизельных двигателей Все масла привезены из Японии И прошли через Корсаковский таможенный пост Если вы будете покупать масла в другом месте То требуйте декларацию о соответствии Оригинал Если его нет, то это паленка Береги сердце Мотор своей красавицы Субтитры создавал DimaTorzok 500 участников съехались на Всероссийский молодежный форум «Острова» Шанс прилететь на Сахалин был не у всех Поэтому собрались лучшие из лучших Из 80 регионов нашей страны Кроме того, присутствуют 14 ребят Из Луганской и Донецкой республик Молодежь формирует образ будущего Сахалинской области А идей у нее предостаточно Форум реализуется при поддержке Сахалинской области Федерального агентства по делам молодежи Я приглашаю вас реализовать свои идеи здесь В Сахалинской области Форум «Острова» может стать Отличной стартовой площадкой для этого Друзья, в ваших руках будущее Сейчас мы совместно с правительством Глубоко уже проработали Для того, чтобы развивалась Южно-Сахалинская агломерация Это, безусловно, создаст много Высокотехнологичных рабочих мест Это создаст целые направления новой индустрии Надеемся, что этот форум Станет одним из тех мероприятий Которые покажут привлекательность Сахалинской области для молодежи Потому что это точно регион, где поддерживают молодежь Очень много мер поддержки, которые здесь есть И вот форум – это одна из таких форум Эту поддержку показать В этом году форумчан ждет работа в командах по нескольким направлениям Патриотизм и территориальное развитие Туризм и гостеприимство Креативной индустрии и IT А также у ребят есть шанс поучаствовать в конкурсе На лучший гранд-вы-проект И получи деньги от Росмолодежи До полутора миллиона рублей на реализацию своей идеи Я приехал на Сахалин для того, чтобы снять как раз выпуск про путешествия Я очень вдохновлен островом и благодарен организаторам Приехал на Сахалин, чтобы выигрывать гранты Чтобы развивать территорию Знакомиться с новыми интересными людьми Заряжаться эмоциями И, конечно, познакомиться с этим невероятно прекрасным местом Я впервые на Сахалине Мне мечтал побывать на форуме с третьего раза Прошел, понятно, что конкурс большой со всей страны Отбор такой И серьезное мероприятие Мечтал попасть И моя мечта сбылась Форум успешно стартовал и продлится до 19 августа За эту неделю у участников ждет Интенсивное обучение, интересные встречи И, главное, защита проектов Это не студенческий трудовой отряд А армия из одного человека Полина Владимировна А среди врачей принято обращаться друг к другу строго по имени-отчеству С легкостью прошла строгий ценз на работу в медучреждении И на сегодня она единственный студент в горбольнице по программе трудовых отрядов Несмотря на небольшой по времени стаж в медицине Полина знает профессию со всех сторон Студенческую практику проходит в разных должностях, чтобы набраться опыта В этом году поставила себе задачу изучить медицинскую информационную систему БАРС И нюансы заполнения единой электронной карты пациента Мне показалось это более интересным Именно заниматься документами То есть дальше у меня не будет, наверное, возможности получить такой опыт Именно работать с документами Медсестры – это уже второй уровень для студентов медицинских вузов Свою первую практику они, как правило, проходят среди санитаров Уровнем выше уже фельдшерские должности Студент, проходя свое обучение, он проходит различные этапы Начиная от АЗОВ медицины и заканчивая уже доктором И поэтому и с учетом этого и мы предоставляем рабочие места В городской больнице в летний сезон на практику приходят в среднем 10 студентов Это по меркам медицины очень много Ребята стремятся попасть именно сюда, потому что в горбольнице к наставничеству подходят со всей ответственностью Теорию дают в медколледжах, в медуниверситетах, а у нас практика Мы сами являемся населением Сахалинской области Нам здесь с вами жить, поэтому мы однозначно готовим качественные кадры Студенты по Сахалинской программе трудовых отрядов, которая заработала в области в этом году Могут найти работу по специальности в самых разных отраслях Это строительство, нефтегазовая сфера, рыбопереработка, сервисы, туризм и ряд других Рабочие места этим летом получили порядка 300 ребят Галина Викторовна, здравствуйте! Сегодня тема для нашей беседы – это меры поддержки для молодых семей И давайте начнем с молодых специалистов На что они могут рассчитывать при трудоустройстве? Молодые специалисты, которые прибывают в регион для начала своей трудовой деятельности Они могут рассчитывать на ряд мер социальной поддержки Но одна из самых востребованных, актуальных для этой категории – это единовременные выплаты Именно при трудоустройстве в учреждения социальной защиты, учреждения образования, культуры, здравоохранения Либо это сельское хозяйство, либо это ветеринария Вот в эти учреждения, если молодой специалист трудоустраивается, заключает бессрочный трудовой договор Либо срочный трудовой договор со сроком не менее 5 лет, мы предоставляем единовременную денежную выплату Зависит ли она от района области? Конечно! Денежная выплата зависит не только от района То есть городская, либо сельская местность зависит в первую очередь от уровня образования Вот для молодых специалистов, которые закончили высшеучебные заведения и трудоустроились в организации, которая расположена в городской местности Единовременная выплата составляет почти 350 тысяч А для тех специалистов, которые закончили среднюю организацию, то есть по образовательным программам среднего профессионального образования Они трудоустроились именно в городской черте, у них единовременная выплата составляет 260 рублей Размер единовременной выплаты для тех студентов, вернее бывших студентов, молодых специалистов, которые прибыли и имеют намерение работать в сельской местности Значительно выше, то есть если это молодые специалисты, которые закончили высшее учебное заведение, это 430 тысяч рублей А те, кто закончили по программам начальную профессиональность